хай гай здравия всем с вами влад мадис сегодняшнем видосе мы поговорим сколько же денег нужно чтобы выжить в таком мегаполисе как нью-йорк а перед началом видео не забудьте подписаться на мой канал чтобы не пропустить ничего нового готовы итак поехали всем известно что когда люди едут покорять америку то они едут либо в лос-анджелес чтобы стать знаменитой кинозвездой либо в нью-йорк ну чтобы как у брюса уиллиса вы же знаете его историю что изначально он был просто простым барменом в кафе central а потом уже стал знаменитым киноактером которого мы все знаем и любим крепкий орешек пятый элемент 12 обезьян и так далее население нью-йорк сити на 2024 год на январь свыше 9 миллионов человек и это только по официальным данным по неофициальным данным на 2022 год население нью-йорка превышала 26 миллионов человек представляете что сейчас так первая статья расходов это траты на проезд нью-йоркцы не парятся по поводу машины в основном ездят на метро и на автобусах проезд стоит 2 95 долларов за одну поездку а почему они так делают да потому что большая проблема с паркингом машин город перегружен и везде за неправильную парковку могут оштрафовать соцработник но тут шикарная транспортная развязка по общественному транспорту везде станции subway метро по нашему и автобусные остановки большинство нью-йоркцев просто тупо покупают проездной на месяц это универсальный проездной на автобусы и на метро на весь общественный транспорт стоит они 132 доллара в месяц 2 я считаю самая главная статья расходов на жизнь нью-йорке это аренда квартиры рент от этого будет уже складываться какие школы пойдут ваши дети естественно поближе к дому какие магазины вы будете ходить естественно же поближе к дому и тут вы столкнетесь с рядом проблем но об этом и поговорим в следующем видео да и квартиру вы можете снять на сайте street easy ссылочку на этот сайт я оставлю вам в описании данного ролика если мы поговорим о простых людях с минимальным бюджетом то самым оптимальным районом для аренды жилья особенно на первое время будет район на самом севере манхэттена инвуд про инвуд у меня есть отдельный ролик ссылочку на него я оставлю вам в описании в инвуде one bedroom или двухкомнатную по-нашему вы сможете снять за 2000 долларов в месяц стоимость арендной платы будут включены такие расходы как вода и отопление если вам повезет то и газ но свет сто процентов в эти расходы не будет входить из-за него надо будет платить отдельно лично я плачу за свет в ту bedroom трехкомнатной квартире 75 долларов в месяц также вам нужен будет интернет ну куда же без него и это еще 75 долларов в месяц у меня спектрум это такой провайдер в нью-йорке плюс телефонная связь возьмем дешевого и проверенного оператора mint мобайл но тут выгодно платить сразу даже за три месяца вперед тогда цена за месяц выйдет всего лишь 40 долларов итак третий пункт ваших затрат на жизнь в большом яблоке это расходы на еду а вы знали что жители нью-йорка любят называть свой город большим яблоком а знаете почему ну тут однозначного ответа нет но есть несколько теорий одна из теорий гласит что во времена великой депрессии экономического кризиса 1929 года октябрь самостоятельные семьи вышли на улице и продавали яблоки это теория номер один также есть теория номер 2 которая мне нравится больше всего в ней говорится о том что давно в нью-йорке был бордель который назывался яблоки евы а девушек путан работающих в этом борделе называли шутку яблочками но это всего лишь две теории а вроде бы их больше поэтому если у вас есть какие-то заметки или вы знаете какую-то теорию напишите об этом в комментариях нам всем будет полезно узнать почему нью-йорк называется большим яблоком ну вернемся к нашим затратам на еду по моим подсчетам на одного человека на еду в месяц выйдет минимально 300 долларов это если питаться очень скромно ходить в дешевые магазины не очень дорогие и не брезговать такими заведениями как foodbank и food pantry про это я уже очень много рассказывал своих предыдущих роликов ссылочку на них я оставлю вам в описании данного ролика четвертый пункт затрат в нью-йорке это медицина а именно медстраховка медицина в нью-йорке это отдельная тема тут не стоит забывать про то что в этой отрасли все очень дорого особенно дантисты они же зубные да и тот факт что просто так пойти к врачу ты не можешь все только по записи нужно делать appointment и черт знает сколько времени ждать иногда это доходит до нескольких месяцев в общем медстраховка на человека в нью-йорке выйдет в среднем 400 долларов с человека в месяц так что заложите эти затраты в свой бюджет на месяц большом яблоки да и не забудьте добавить своим расходам такой небольшой пунктик как аптека сейчас объясню в нью-йорке очень специфический климат летом он влажный я думаю это из океана зимой сухой и из-за этого могут начаться проблемы с шелушением кожи для различные аллергические реакции поэтому внесите свои затраты такую статью долларов на 50 с учетом дороговизны лекарств нью-йорке также добавьте долларов 100 в месяц на различные шмутки джинсы кроссовки зарядки для айфонов и айпадов и так далее это долларов 100 но зато на развлечениях можно сэкономить я имею ввиду походы бары рестораны дискотеки так как в нью-йорке в большом яблоки есть централ парк в любое время года там различные мероприятия самое главное абсолютно бесплатные ну что гайз давайте подытожим сколько же денег нужно на один месяц жизни в нью-йорке в крупнейшем мегаполисе мира да ребят чуть не забыл про такой маленький пункт затрат как прачечная лондри в неделю выходит где-то 4 доллара на подстирку плюс сушку если стираться раз в неделю 2 доллара постирка 2 доллара сушка вот и считайте плюс какая-то экстренная подстирка в месяц где-то 5 штук 5 подстирок и того плюс 20 долларов затратам на месяц ну что резюмируем проезд 132 доллара в месяц квартира аренда и и 2000 долларов в месяц плюс интернет 75 долларов в месяц плюс свет 75 долларов плюс телефон 40 долларов питание приблизительно 300 баксов страховка приблизительно 400 аптека 50 плюс одежда и всякие аксессуары 100 баксов и не забываем про прачечную лондри 20 долларов и того имеем 3192 доллара в месяц это минимально без форс-мажоров ну что guys если вам есть что добавить или я что-то забыл то напишите мне об этом в комментариях будет очень интересно узнать ваше мнение а с вами как всегда был влад мадис пишите мне свои отзывы в комментариях подписывайтесь на мой канал делитесь видео нам нужны подписчики ставьте лайки а самое главное помните я подружу вас нью-йорком всем пока спасибо 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 Продолжение следует...